Переводы в Армению в один миг. В приложении Фора Банка. Просто по номеру телефона. До миллиона рублей. Фора Банк. Ваш банк выгодных переводов в Армению. Армения в лице Пашиняна сама отказалась от любого российского зонтика, что дипломатического, что ли какого-то другого. И сама выбрала идти в русле Вашингтона. И то, что Вашингтон после этого стрелки еще на Турцию переводит, был закономерный исход. Ставка на Соединенные Штаты, особенно сейчас, когда Соединенные Штаты предельно ослаблены и не пользуются никаким авторитетом в мире, является очевидно контрпродуктивной. По самым, я не знаю, любым, просто чисто логическим, прагматическим соображениям. Эта прагматика тут, на самом деле, очень простая. И, на мой взгляд, подключение Турции к этому процессу – это плохой знак для Еревана. У России тут ситуация очень простая. Россия понимает, что нынешний руководство Армении от России отвернулось, не хочет с ней идти, не связывает свое будущее с ней. Мы очень сильно надеемся, что армянский народ связывает свое будущее с Россией, с русскими, с добрососедством. Но, тем не менее, при нынешней власти что мы сделаем? У нас свои какие-то отношения с Турцией, с Арменией, все ниже и ниже уровень отношений. Как раз ввиду американского выбора, американцы очень четко всегда. Всех, кого они считают временными друзьями, а постоянных у них нет. Они всех, так сказать, заставляют отворачиваться и от Пекина, и от Москвы. Ну вот, как бы, ситуация вот такая. Поэтому, в общем, для России это, как бы, ну, естественное развитие событий. Возможно, мы смотрим на него с сожалением, но, ну, совершенно точно с этим сделать сейчас пока ничего нельзя. Если говорить о русско-турецких отношениях, они всегда были достаточно сложными и всегда были достаточно прагматичными. В этом смысле никаких иллюзий в отношении, так сказать, там, вечной дружбы, так сказать, там, с Турцией, как бы тоже, как в России, не испытывала. Но у нас вполне себе прагматичные отношения, понятно, с Турцией. Мы выстраиваем такие отношения, которые, собственно говоря, могут быть. В этом смысле это прямая такая вот вещь, что, как бы, политика, в данном случае международная дипломатия, как искусство возможного. Такие возможные, как бы, отношения, такие и выстраиваем. Мы взаимодействуем там, где это возможно, максимально стараясь, понятно, избегать каких-то конфликтных вещей и развивая те направления, в том числе совместной торговли, которые, как бы, могут, так сказать, здесь могут быть. В этом смысле у нас в Турции не было никогда таких близких отношений, например, как с Арменией. Армения независимое государство, как бы, признанное, но, как бы, оно сейчас находится в каких-то отношениях с Турецкой республикой. Ну, так сказать, таков, значит, выбор правительства Армении. Этот выбор, еще раз, мне кажется, что до добра он не доведет, но, к сожалению, сказав А, приходится говорить Б. Вот, как только поехали в Вашингтон договариваться, так сказать, о неком мире, вот тут-то все и началось. Смотрите, Россия знает более-менее, чего ждать от Турции. Вот, я, как бы, надеялся бы, да, что, так сказать, там, понятно, что Армения в лице правительства знает, чего, так сказать, ждать от Турции. Потому что от Америки совершенно точно, вот, на мой взгляд, понятно, так сказать, правительство Пашиняна ждало прямо помощи и братства. Чего от Америки ждать вообще не следует. Если ждут того же самого от Турции, ну, это, ну, это как минимум, ну, я не знаю, как минимум неверно. Когда мы говорим о традиционных сферах российского влияния, вот, надо все-таки понимать, что это длинные исторические периоды. Поэтому все, что происходит, так сказать, сейчас, ну, это, да, это, это может, как бы, быть неприятно. Но с точки зрения большой и длинной истории, ну, это, это период, да, не говоря уж о том, что, если говорить непосредственно о нынешнем сейчас, о нынешних интересах России, вот, если говорить о сферах интересов, там, коридорах, там, север-юг, например, вот, он представляет, представляет себе, так сказать, там, большой серьезный интерес. Да, этот интерес вполне себе прагматический, он не связан с какими-то другими вещами, но он для нас очень важен. Это выход в Индийский океан, минуя проливы, минуя, вообще, как бы, Средиземное даже море. Но, опять же, это вопрос, вопрос, так сказать, нынешего север-минутной, как бы, прагматической, экономической, экономической выводы, что касается, понимаете, о сферах традиционных российских, российских интересов, понимаете? Россия от Соединенных Штатов, у нее есть серьезно-существенные отличия, понимаете? Эти интересы, как бы, они всерьез, там, понятно, работают, вот, всерьез проявляются, когда есть взаимное согласие, когда это не навязано и когда это не обман. Вот у Соединенных Штатов с этим делом гораздо хуже, поэтому, раз, как бы, при нынешнем правительстве, в общем, сделан вот такой проамериканский и, в общем-то, антироссийский губер, ну, Россия к этому относится, да, с сожалением, но, просто, обратите внимание, что, в общем, даже никаких, так сказать, громких и жестких заявлений в отношении, так сказать, там, понятно, Армении не делалось до сего момента, вот, поэтому, как бы, мы исходим из того, что наши интересы распространяются и будут распространяться, но распространятся они будут в том случае, если мы достигли определенного рода договоренности. Если это взаимное притяжение. Настоящего взаимного притяжения с Арменией, увы, нет. Но, еще раз повторюсь, это дело, так сказать, армянского народа, что их власти должны делать.